Очередной глава Балахны оказался на скамье подсудимых. Мы показывали уже множество судебных процессов над руководителями Балахнинского района за последние несколько лет. Более десяти руководителей и замов, возглавлявших район в разные годы, были осуждены по разным коррупционным статьям. Но все они были подручными братьев Глушковых, более чем на десятилетия превративших власть в Балахне в криминальный бизнес по превращению государственной собственности в частную. Глушковых тоже уже посадили, и вот сейчас на скамье подсудимых тот, кто долгое время с ними боролся, будучи балахнинским гражданским активистом. Алексей Левкович возглавил район в 2018 году после зачистки правоохранительными органами клана Глушковых. И вот через два года после этого его самого отправили в отставку, а теперь его судят за то, что развивал спорт в районе, по мнению правоохранительных органов, незаконными методами. Я вообще считаю, что дело надуманное, бездоказательное. Я не чувствую себя вообще виноватым и не пойму в чем. Нет, до сих пор никто не объяснил, в чем конкретно я совершил должностное преступление. Используя свое должностное положение, отдал заведомо незаконное устное распоряжение представителю строительной организации, с которой заключен контракт на строительство водопровода. О перечислении денежных средств в сумме 150 тысяч рублей в адрес сторонней организации, перед которой у него имелись финансовые обязательства. Мы пытались развить здесь футбол. Ну, сами понимаете, что без спонсорской помощи сегодня я обращался ко всем, и подрядчикам, и руководителям предприятий, и все оказывали помощь. Ну, сами понимаете, поднять детский футбол, юношеский футбол, взрослый футбол. Ну, без спонсоров сегодня, но это нельзя. Меня назначили потерпевшей стороной. Я оказал спонсорскую помощь футбольному клубу. Посчитали, что это является решением вопроса, ну, решением определенного технологического вопроса. То есть, я об этом узнал от следствия. А вы сами-то себя считаете потерпевшей стороной? Я не считаю. Я оказал спонсорскую помощь. У нас все команды спортивные, у всех реклама. Есть спонсоры. Есть спонсоры. И если кто-то может оказать кому-то спонсорскую помощь, ну, почему бы нет? В строительной организации проведены работы по пересечению железнодорожных путей без применения рельсовых пакетов. В нарушении технических условий на выполнении указанных работ. Обвинение в том, что я заставил потерпевшего перечислить спонсорскую помощь. Из-за этого работы были проведены без рельсовых пакетов, которые почему-то как бы какую-то не обеспечивают безопасность для чуть ли не государства. Извините меня. А при чем тут я? Я как мог вообще на железную дорогу? Вот я как... Ну, даже как глава. Вы представьте, это такая махина железная. Да, и я как-то могу их заставить провести работу без каких-то рельсовых пакетов, которые никогда еще в Нижегородской области нигде не ставились. Ну, вы знаете это. Претензии от ГЖД есть в отношении строительства этого? Нет. От ГЖД претензий нет? Нет. Никаких. То есть, они знают, что там нету рельсовых пакетов? Они не нужны, они делают столько на момент прохождения. И то, это где интенсивное движение, где скоростные поезда, где большая нагрузка. А здесь у нас, ну, извините меня, проходит один паровоз в час. Буду стоять до конца, я буду судиться, дойду до всех судов. Ну, потому что это... Тогда можно любого сажать. Кстати, статья, по которой судят очередного бывшего главу Балахны, предусматривает до 7 лет лишения свободы.